Слава Богу! Я хочу поделиться с вами, знаете, слушал проповеди на Троицу, на Писятницу, и в моем сердце как-то отметил один такой стих, который цитирует апостол Петр в своей проповеди «Деяния апостолов» 2 глава. И много раз он читался в нашем служении, и это 2 глава, 14 стих и ниже. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил им «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, внимайте слова моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченные пророком Иеилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемыми будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и будут пророчествовать. Не буду читать весь текст, но вот эти слова, процитированные апостолом Петром, как-то вызвали в моем сердце размышления. Я вот как-то хотел больше, наверное, не просто понять, почувствовать этот стих. Я подумал, дорогие мои братья и сестры, вот это состояние у наших сыновей, дочерей, юношества, это нормальное состояние, вот так, как оно естественно для молодежи, когда они начинают пророчествовать, когда они начинают видеть видения, когда Дух Святой через них действует. Обычно они озабочены другими вещами. Мне кажется, особенно молодежь, они уже, может быть, и не играются в какие-то игры, как делают это дети, но забот у них предостаточно, и вот надо что-то, чтобы произошло так, чтобы они стали другими. Здесь другие, они начинают пророчествовать, сыны, дочери, юноши видеть видения, и мы понимаем, что вот эта пора, она уже исполнилась в нашей жизни, и мы живем в этот период, когда уже Дух Святой излит на всякую плоть, и, слава Богу, это действует или это происходит в нашей среде, но так хотелось бы, чтобы это не было просто каким-то исключением в нашей жизни, но это было реальностью нашей, нашей сыны, нашей дочери, нашей юноши. Они вот исполнялись Духом Святым. Я подумал, наверное, в чем вот проявляется такой этот ключевой вопрос, и почему такое произошло в их жизни? Вы знаете, второй текст, на который хочу обратить внимание, он записан в книге пророка Иезекииля, 36 глава с 25 стиха. Что-то похожее, как и пророка Иезекииля, здесь говорится, «И окроплю вас чистой водой, вы очиститесь от скверн ваших, от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам в сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Очень такой хороший текст, вдохновляющий текст. И хочу говорить о том, что считаю, наверное, одним из самых важных вещей в нашей христианской жизни, и наблюдаю то, что сегодня и в утрешнем служении, уже в вечернем, наверное, мы будем говорить об одном и том же. Как-то, наверное, это Божья работа, которая направляет нас. Сначала хочу вспомнить одну историю. Наверное, вы слышали подобные истории, когда, говорят, одному индейцу подарили часы-будильник. Некоторое время эти часы шли, а потом остановились. И он не знал, что делать, этот индейец. Он хотел снова видеть, чтобы эти стрелки часов двигались. И он взял эти стрелки часов в свои руки, снял их с часовой и пошел к часовому мастеру. И, говоря, эти стрелки перестали двигаться. Исправи. И, конечно, наверное, часовой мастер, он был удивлен и разъяснил этому человеку, что для ремонта часов нужно не чинить просто стрелки, а он должен принести будильник, потому что там внутри есть внутренний механизм, который движет эти стрелки, и часы идут. Дорогие мои братья и сестры, думаю, что что-то похожее иногда происходит не только с индейцами, с белорусами в нашей жизни. Вот можете представить себе человека, который занимает, скажем, хорошее место в обществе, хорошее положение, однако чувствует, что его жизнь движется как-то не так. У него возникает какое-то внутреннее чувство, вот как будто эта жизнь остановилась. И что он делает? Он начинает применять какие-то меры к исправлению своего положения. Обычно они стараются изменить свое расписание каким-то образом, распределить свое время по-другому. Другие меняют свое место жительства. Кто-то оставляет город и едет в какую-то деревню, начинает жить. Кто-то даже едет в специальный монастырь. Но, увы, вот, наверное, все-таки желаемого исправления не происходит. Почему? Потому что все это стрелки. А внутреннее существо, оно остается в неисправленном положении. И вследствие этого жизнь человека не может быть улучшена. Дорогие мои братья и сестры, мне кажется, что такую ошибку совершают не только отдельные люди, отдельные личности. Такую ошибку делают целые общественные течения, множество выдающихся деятелей. Они думают, что они улучшат жизнь какого-то человечества, страны путем какого-то составления программ, образования каких-то политических партий, движений, какими-то внешними реформами. Но фактически не обращают люди внимания на то, что говорит Библия. Они меняют вот эти стрелки часов. Они не обращают внимания в внутреннем механизме, которым, наверное, все заключается, все происходит. И я хочу говорить сегодня о сердце человека. И когда мы говорим о сердце человека, я представляю его не только, вот, скажем так, в физическом смысле сегодня. Это не просто центральный орган нашего кровообращения, не центральный жизнедающий орган. Но сегодня давайте в духовном смысле посмотрим на сердце человека. И мне кажется, часто, когда мы размышляем об этом, люди просто думают, что сердце человека в духовном смысле, оно – это орган наших каких-то чувств, душевный мир человека, суть человека. Оно так и происходит. Особенно я посмотрел в еврейском языке слово «сердце». Оно не просто какой-то орган, да. Оно не только говорит о чувствах. Это внутренняя сущность человека. Это не только чувства, но мысли, намерения, решения, которые человек принимает. Вот почему, когда мы читаем Библию, мы удивительно много замещаем употребление этого слова «сердце». С самого начала Библии обращается внимание на сердце человека. Везде, во всех вопросах говорится, что вот эта духовная часть, она очень важна в человеке. Когда обращается внимание не на цвет кожи человека, не на его положение в обществе. Помните, не на лицо смотрит Господь, а на сердце человека. И это действительно очень важно. Посмотрите заповеди Божьи. «Люби Господа Бога твоего», сразу написано первое, «всем сердцем твоим, всею душою, всеми силами твоими». Второзаконие 6, 5. Вот Иисус Христос Матфея 22, 37 практически повторяет, говорит, «Возлюби Господа Бога твоего», опять делает внимание и говорит, «всем сердцем твоим, всем сердцем, не какой-то частью, не просто устами, не говори это, но Он желает видеть Бог в жизни нашего сердца». И поэтому, наверное, во всех моментах, когда читаем Библию, я обращаю внимание, Псалом 118, 10 стих, там говорится, «всем сердцем моим ищу тебя». Замечательный Псалом. Всем сердцем. Я не хочу уклониться всем сердцем. Не просто какое-то мое такое мимолетнее желание, но желание, на котором сосредоточено мое сердце. В Псалом 118, 11 стих, смотрите, как замечательно написано, «в сердце моем сокрыл я слово, чтобы не грешить перед тобой». Это вот интересный момент. Я не просто хочу не грешить, но я в сердце сокрыл слово, слово от Бога, я его принял в сердце. Я не буду поступать грешно, я буду искать лица Божьего. Вот Псалом 118, 32 стих, «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Потеку. Я хочу плыть в этих заповедях. Я не всегда все понимаю, но Господь, Он будет управлять моим сердцем. Я даже отметил для себя, дорогие мои братья и сестры, что очень часто Бог противоставляет положение сердца по отношению к нашему уму. Притчи, 3 глава, 5 стих. Смотрите. «Надейся на Господа как? Всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Мы как-то не привыкли, наверное, вот к этому стиху. Мы говорим, надо полагаться на разум мой, и всеми силами своими полагаемся на разум свой. А Библия как раз таки учит, говорит, не разум, не здесь в нашей центре, в нашей жизни. В сердце. Обрати внимание на сердце и надейся на Господа всем сердцем. Как-то, наверное, немножко не так, как мы привыкли думать. И вот, когда мы встречаемся с людьми, пытаемся с ними иметь какое-то общение, я думаю, что часто мы понимаем, что нам не так важно внутренняя, внешняя какая-то сторона человеку. В общении, в отношениях важно внутреннее расположение сердца. И очень часто люди не хотят вестись на какие-то внешние улыбки, приятное лицо. Мы желаем знать, что стоит за этой улыбкой. Не всегда мягкая улыбка говорит о мягком сердце. Не всегда вот все это выражается о нашем, мы говорим, все-таки рано и как-то или поздно проявится то, что в нашем сердце. Но вот Библия говорит, что сердце мудрого делает язык мудрым. Да? Притча 16, 23 стих. Да? Сердце мудрого человека делает его язык мудрым. Вот сердце – это та часть, которая недоступна для взора человека. Мы не можем увидеть сердце человека. Мы видим внешние проявления, но внутреннее состояние сердца, оно проявляется через, скажем так, наше лицо, через наши уста, через что мы говорим. Но не только человек, не только способен выражать. Вот большое зло, наверное, происходит тогда, когда человек способен скрывать то, что творится в сердце человека. Снова процитирую книгу «Притчево», 26 глава, 24 и 25 стих. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его». Когда начинает говорить красиво, притворяется, и это враг, то он очень, вот будут красивые слова говорить, да? Но вот я хочу просто отметить, что в сердце человека часто вот возникает эта такая двойственность, двуличие. И это такое зло, которое Библия ненавидит. Даже снова я процитирую Псалом 27, 3 стих написано «Не погуби меня с нечестивыми, сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Этот псалмопевец молится и просит «Господи, сохрани меня от этих людей нечестивых, которых уста говорят одно, а в сердце что-то другое». И вот я думаю, что мы должны понимать, что Бога-то обмануть нельзя. Бога-то, наверное, Он тот, который видит сердце человека. И мы говорим, вот снова Иеремии 17, 10. Мне очень понравился текст. Библия говорит «Я проникаю». Господь говорит «Я проникаю в сердце». «Я испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его». Я верю, что сегодня Слово Божие должно касаться наших душ, наших сердец. Оно способно говорить. И я хотел бы, чтобы сегодня действительно произошло это. В нашу жизнь мы поняли, что Господь, Он проникает в наше сердце. Он разоблачает ложь человека. Можем снова прочитать книгу пророка Исаии, 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим ччит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». То есть Он смотрит на сердце человека. Можно устами говорить, можно чтить даже Бога, можно делать вид какой-то, но Бог говорит, сердце человека очень далеко от меня. Поэтому сегодня Божий призыв и состоит в том, чтобы человек очистил свое сердце, смыл свое злое сердце своего, отвергнул эти грехи, которые существуют. И вот в многом-многом мест священного писания он говорится о том, что Бог призывает нас к этому действию. Но хочу с вами открыть книгу «Бытие», 4 глава, 6-7 стих. Прочитать известную историю с Каином. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Я не буду вспоминать всю историю, но хочу, чтобы вы вспомнили, наверное, что в сердце у Каина появилось огорчение. Огорчение. Или у порога здесь написано, да? У дверей лежит этот грех. Лежал этот грех, который выражался, наверное, вначале только в каком-то огорчении. И вот интересное слово «дверей». Я здесь подставил «двери сердца», потому что куда дальше проникает враг? В сердце. Я хочу, чтобы вы представили двор огражденный. Вообще то, что ценно, и оно всегда чем-то ограждается, оно ограждено. Красивый даже парк, он имеет ворота, чтобы не ходили везде люди. Дом, если он ценен, он имеет тоже ворота, двери, через которые уходят. В квартиру у нас есть двери, да? И мы не всех пускаем в свою квартиру. Мы знаем, что если все люди будут ходить в эти двери, то у нас могут быть проблемы. И разумный человек что? Он ограничивает эти двери. Он смотрит, кто к нему приходит. Он смотрит, кто стоит у порога этих дверей. И его задача стоит пустить его дальше и не пустить. Дорогие мои братья и сестры, вот мне кажется, у порога этого сердечного, нашего, их так много, многих вещей происходит. Но часто мы забываем про то, что мы ответственны за то, чтобы пускать дальше грех или не пускать. И так же самое, как в квартире, даже в комнате человека, да? Если у вас есть какая-то комната, то вы же туда не всех пускаете. Вы говорите, у нас есть определенные правила, по которым мы ходим. У нас есть границы. Это мое частное владение. Я не хочу, чтобы туда проникали. И даже во многих вещах мы на ключ, наверное, закрываем. Проверяем, кто там, кто приходит. Внимательнее становимся. И вот наша внимательность должна быть к тем людям или к тем вещам, к которым мы пускаем в свое сердце. Это не только, наверное, люди. Не только, может быть, плохое, но и хорошее мы иногда пускаем. Есть много, может быть, вещей даже, которые мы сами туда помещаем, и нужно разобраться. Если это ложь, непрощение, и мы сами допускаем в свое сердце, они не видны для окружающих. Мне кажется, вот если мы говорим про непрощение, да, на нитриальном этапе оно вообще незаметно. Даже, может быть, ты допускаешь, что оправдываешь свое какое-то действие, и оправдываешь с точки зрения Библии, и можешь принимать какие-то вещи, но внутри твоего горечь лежит, и это горечь непрощения, вот оно как семечко начинает расти. И если в какой-то момент мы не поймем и не оставим это непрощение, оно приносит горький-горький плод. Слава Богу, что иногда Господь подсказывает Духом Святым, что не все в нашей жизни в порядке. Есть многие вещи, которые выглядят на первых порах, наверное, очень привлекательно, но ты понимаешь, что Дух Святой говорит, убери это из твоей жизни для того, чтобы предосторечь тебя. И сегодня, вот, дорогие мои братья и сестры, достаточно важно для нас, мы должны понимать, что вот это мы должны делать всю свою христианскую жизнь, весь свой жизненный путь. Кто-то из православных, святых людей сказал, что сердце нуждается в пожизненном подвиге очищения. Я даже по-другому хотел сказать сегодня, наше сердце нуждается в постоянной охране. Вот эта охрана должна постоянно стоять у наших дверей, и мы должны проверять свое состояние. Очень хорошо об этом написано в книге «Притч», 4 глава, вот с 23 стиха. Не будем начитать, наверное, все тексты, но смотрите, там написано, что «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Все, что направляет нашу жизнь, все, что имеет цель нашей жизни, оно зависит от нашего сердца, и мы будем направлять ее в то русло, что ценно для нас, дорогие мои братья и сестры. Поэтому говорится, храни свое сердце, не пускай туда ненужные вещи, вовремя очищай то, что пришло, и ты видишь, не то, что нужно, оно произрастает там. Пусть это Господь сегодня Духом Святым поможет нам работать в этом плане. Я процитировал в начале своей проповеди слова, которые сказал апостол Петр. «И будет последние дни, говорит Господь, и зальет Духа моего на всякую плоть». И вот, наверное, не раз мы вспоминали об этой проповеди, когда проповедовали на праздник Троицы, и мне действительно нравится состояние Петра. Он стал каким-то другим, он не такой, как он был, он как-то по-другому говорит, какие-то другие слова появляются. Иногда мы задаем, что же произошло. Мы знаем, что Петр изменился, у него произошла встреча с воскресшим Иисусом Христом, и кроме того, произошло событие, которое, наверное, повлияло на всю эту группу людей, не только на Петра. Дух Святой излился. И Петр очень, очень, очень изменился. Но давайте вот немножко вспомним состояние Петра. Я бы сказал, сердце Петра до этого события. Петр был учеником Иисуса Христа. Я думаю, это был повод для того, чтобы даже каким-то образом ощущать себя немножко другим, чем другие люди. Он хорошо знал Иисуса Христа, согласен. Он видел Его, постоянно общался с Ним, говорил Ему свои слова. Он даже видел чудеса, которые творил Иисус Христос. И я подумал, мои братья и сестры, что иногда происходит в нашей жизни что-то похожее. Мы ходим в церковь, мы находимся рядом с Иисусом Христом, мы видим чудеса, которые происходят. И это кажется вокруг нас. И мне довольны своим состоянием. Но мне кажется, что-то не хватает здесь в этих отношениях. Петр идет за Иисусом, мне кажется, вначале как за вождем каким-то, как за будущим царем. И он мечтает разделить с Иисусом его будущие царские полномочия, его славу. Но увидев Иисуса на кресте, увидев распятым, его мысли, его цели жизненные рушатся, он понимает, что все, то, о чем он мечтал, оно прекращает свое существование. Он расстраивается, бросает все, говорит, я возвращаюсь к прежним занятиям, я иду ловить рыбу. Если бы мы описали это состояние современным языком, кто-то сказал бы, наверное, что Петр впал в депрессию. Но вот после встречи с Иисусом Христом, когда он увидел воскресшего Иисуса, когда пережил крещение Духом Святым, вот совсем другой Петр. И вот почему это происходит? Потому что сердце новое, потому что Дух Святой злился, потому что пришло это состояние, это сердце, оно стало другим, дорогие мои братья и сестры, оно стало всецело, принадлежать Иисусу Христу. Второй пример апостол Павел. Вот представьте его сердце до покаяния. Как бы мы могли его описать? Он считал себя очень достойным человеком. Он даже сказал о себе, что я был по правде, помните, закона непорочный. Можно прочитать тексты с филиппийцем, 3 глава, 5-6 стих. Написано, это было его гордостью, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Виневинова, еврей от евреев, по учению фарисеи, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде закона, непорочным. Я думаю, что этот человек считал себя не просто таким достойным человеком, он думал, что его сердце принадлежит Богу, он думал, что его сердце принадлежит в вере в Бога, народу Божьему, и он думал, что он служит Богу, и в это время он не понимал, что ошибался, и как он ошибался, дорогие мои братья и сестры. Вот я думаю, что характеристикой апостола Павла в это время было бы религиозное сердце. Это сердце, которое приводит к жестокости, и даже к убийствам, на которые он приходил. Это сердце, которое способно убивать, уничтожать, только потому, что люди не разделяют твои убеждения. Вот почему, наверное, самые страшные войны, религиозные войны. Вот почему самое страшное слово «религия», потому что такой человек перестает замечать Бога в своей собственной жизни, и Бога его жизни вообще нет, а он считает, что он рядом, и он не замечает, что он давно воюет против Бога. Дорогие мои братья и сестры, если бы сегодня вот что-то похожее произошло с нами, как бы мы могли оценить себя, как бы мы могли свое сердце оценить? Поэтому Божий приговор для всего человечества. Даже, наверное, в самом начале книги «Бытие» написано, что Бог, помните, увидел, что велико разращение человека на земле, что все мысли и помышления сердца, там написано их зло во всякое время, и написано, что Бог, вот он раскаялся, что это происходит на земле. И вот призывили, приговор Божий, Иеремии 17 глава, 9-10 стих, «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность, чтобы воздать каждому по пути его, по плодам его». И кто-то думает, это может состояние всего лишь ветхозаветнего, скажем, верующего человека. Нет, нет. Я думаю, что в Новый Завет он подтверждает эту мысль. Вот я хочу прочитать из послания Риблина 1 главы. Здесь говорится, вот 21 стих и ниже, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми и безумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, пресмыкающимся, то и предал их Господь Бог, в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварей вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Вот суть того, что происходит, наверное, люди познали Бога. Смотрите, 21 стих. Познали Бога, но не прославили Его. И снова стали, наверное, поддаваться не своему сердцу, не состоянии сердца, а умствование написано. Ум свой возвеличили, да? Осуетились в умствованиях. Что происходит? Омрачение сердца. Мрак, пустота, темень. Человек не видит своего состояния. В Библии мы еще раз, мы, наверное, можем процитировать этот же стих, который я говорил вначале. Каменное сердце. Сердце не способное ничего чувствовать. Сердце не способное изменяться, не способное слышать голос Божий. И Библия говорит, что я, желание Божие, изменить его на плотяное. То есть, что плотяное? Это, наверное, из плоти, которое состоит, которое способно изменяться, которое способно расти, способно что-то чувствовать. Не камень. Дорогие мои братья и сестры, это вот то, что здесь написано, это каменные жестокие сердца. И сегодня вот я хотел бы, чтобы вы увидели огромную эту нужду в таком новом сердце. Мне очень нравится псалмопевец Давид. В 50-й псалом он оплакивает свой грех, он плачет перед Богом. И вот одна из его молитв, 12-й стих, 50-й псалом, написано, сердце чистое сотвори во мне, Боже. Дух правый обнови внутри меня. Это человек, который увидел свое состояние греховное. Это человек увидел свою нужду в новом сердце и говорит, Боже, я хочу, чтобы вот это новое сердце, оно было внутри меня. Вы знаете, если бы это делал человек, то что бы он сделал? Он что-то подлатал, он что-то бы изменил. Он как-то бы исправил это сердце и вот сказал, теперь на, я его изменил. Но Бог говорит, нет, мы не будем ломать его, мы не будем его как-то ремонтировать. Сегодня мы, говорю, хочу, дать тебе новое сердце, сотворить новое сердце. Не такое, не из старых запчастей, не из камня сделано. Новая суть этого сердца. Дорогие мои братья и сестры, и Библия призывает нас искать этого состояния. Мне кажется, что-то похожее происходило в жизни пророка Исаии. Шестая глава. Это был человек, который все знал и понимал, который говорил правильные вещи, который правильно проповедовал, понимал положение человека, понимал, что всему виной грех. Но однажды, когда встретился с присутствием Божьим, что-то произошло, что-то изменилось в его жизни. И изменилось настолько, что он увидел себя грешником. И после этого, как читаешь его, совершенно другие его пророчества, совершенно другое понимание Божие. Пришла вот эта операция от Бога, наверное, которую только он способен делать. Тогда, когда коснулся его ус от горящей камня жертвенника, произошло его очищение, свобода. Дорогие мои братья и сестры, то, что произошло с пророком Исаи, оно сегодня может происходить в нашей жизни. Я хочу призвать нас искать этого состояния. Это не просто для определенных людей. Вот, наверное, в Новый Завет как раз говорит, это то, когда, то есть Ветхий Завет говорит, когда это касается определенных личностей. Новый Завет, он говорит, что это может происходить с группой людей. Эта же перемена произошла в день 50-х, когда Дух Святой злился. Стали люди другие, не только Петр. Там окружение целое стало другим, состояние этих людей стало другим. И мне это все-то подсказывает и говорит, дорогие мои братья и сестры, что такая же удивительная перемена. Она способна касаться верующих людей сегодня. Но иногда мы просто, наверное, свое сердце не доверяем Господу. вспомните многочисленные случаи из Библии, когда говорится, вот перечисляя книги Паралипоменон о царях иудейских и царях израильских. И характеристика их была какая? Простая. Этот человек делал много хорошего, много доброго, но не от всего сердца. Этот человек поступал вот очень хорошо, делал такие-то замечательные вещи, но не от всего сердца. И это, но оно так часто мешает нашей жизни. Почему? Потому что нашим сердцем овладевает кто-то другой. Наши ценности где-то другие. Наши ориентиры где-то другие. Мне очень хотелось бы, дорогие мои братья и сестры, чтобы вот это желание пришло в нашу среду. Я думаю, что каждый из нас понимает, о чем я говорю. Особенно в тот момент те люди, которые пережили в своей жизни духовной, крещении, я думаю, что вспоминая тот момент, мы понимаем, что вот наши цели, наши жизненные планы, все, о чем мы думали, поменялось. Поменялось радикально. Если ты раньше строил какие-то планы, помечтал о какой-то карьере, у меня появились желания и мечты в тот момент. Искать Господа больше и больше. Молиться. пребывать в Божьем присутствии. Я помню, что пришел домой и я плакал, я не мог остановиться, молиться. Продолжалась эта молитва, наверное, целую ночь. Я не помню, когда я даже заснул. Но это прекрасное состояние, на которое нельзя забыть, нельзя оставить. Но что-то иногда происходит с нами сегодня взрослыми людьми, людьми, которые понимают всю необходимость того, о чем я говорю. Но упускаем, главное, упускаем вот этот поиск Бога. И выделяем, наверное, многим другим вещам в своей жизни особое внимание. и этим огорчаем Дух Святой, огорчаем. И этого присутствия нет в нашей жизни. Дорогие мои братья и сестры, но все-таки как получить это новое сердце? Я верю, что Господне желание вы увидели на странице Священного Писания, чтобы это состояние было нашим естественным состоянием, чтобы новое сердце не было просто мечтой. Господь говорит о новом человеке, о новом сердце, говорит о возрождении на странице Священного Писания. Я понимаю, что самый главный орган, который нуждается в этом, это наше сердце. Наверное, ответ очень простой. Во-первых, посмотреть свою жизнь и отказаться от многих вещей, которые называются грехом. Отказаться делать их вот прямо сейчас. Многие вещи, которые мы понимаем, мы откладываем на потом. И так примерно, ну хорошо, с понедельника я начну, или там с первого числа у меня все появится, пойдет новое. Но приходит первое число и ничего не меняется. Ничего не меняется. Вот то, что нужно сделать, это, наверное, нужно сделать сейчас. прямо сейчас. Иногда в своей жизни принять решение, Господь, я сейчас отказываюсь. Есть вещи, которые нравятся человеку, которые тайны, никто не знает. Скажите Господу, чтобы Он избавил вас и помог, скажите, если вы видите, что это то, что не угодно Богу. Второе, к чему призывает Священное Писание, это веровать, но не просто веровать, а веровать от всего сердца. Веровать всем сердцем. Веровать, уповать на милость Божию, что Он поможет нашей жизни. И так после этого второй этап, наверное, исповедовать Господа своим сердцем. Я хочу, чтобы это было нашей жизни. Знаете, многие вещи, которые делаем, мы делаем, потому что видим последствия греха. И чаще всего я замечал, что люди выходят и оплакивают последствия своего греха. Они готовы веровать. Но сегодня Господь призывает не выходить ради вот того, что мы видим последствия, потому что понимаем, что нам нужна сегодня милость Божья. Нам нужен Господь. Нам нужны упрощения. Без Бога мы пропащие грешники. Поэтому сегодня уникальная возможность. Дорогие братья и сестры, не знаю, как долго Господь будет нам давать это. Озаметьте, что с самого утра Он об этом говорит и учит обращает внимание наше состояние, нашу внутренность. Все братья, которые проповедовали, проповедуют именно об этом. Сегодня я верю, что это шанс для нас, который какой-то Господь дает. Последнее, наверное, о чем должен сказать, что вот вера и исповедание Бога, она подразумевает, что мы должны служить Ему, следовать за Дим, исполнять Его заповеди, познавать Его, не останавливаться на этом. Вот многие люди как-то говорят, ну я верую сердцем, но в делах их не проявляется их вера. Вера проявляется тогда, когда мы будем служить Богу, когда будем жить вместе с Ним. Я хочу, чтобы такие перемены приходили в нашу жизнь. Я призываю нас всех встать в наши ноги, помолиться и искренне помолиться от всего сердца Богу, потому что я верю, что-то Господь готовит для нас и как-то обращает сегодня наше внимание особенно на наше состояние перед Ним. Дорогие мои братья и сестры, мы не знаем нашего будущего, не знаем, что ждет нас завтра, но я знаю, что сегодняшнее время нам подарил Господь, и Он не хочет для того, чтобы мы были теми людьми, которые имеют эти каменные жестокие сердца. Очень часто понимая, что эти жестокие сердца у нас, у верующих людей появляются, что это те мы люди, которые не обращаем внимания на многие вещи. Господь, прошу Тебя, помоги мне, я не хочу быть таким, я не хочу быть в этом состоянии, сегодня я хочу просить у Тебя помощь, если есть такие люди, давайте вместе со мной молиться, можете пройти вперед, не так много у нас сегодня собраний, но это слово почему-то звучит для вас сегодня, для нас сегодня. Давайте обратимся к Господу в молитве Иисус.